Итак, мы продолжаем изучать трактат Пертеевод по учению отцов для портала vaikra.com Заходите на портал, делитесь порталом, это и возвал То есть мы на этом портале сделали платформу для всех, кто хочет приближать к Торе, к Богу И там есть очень много интересных материалов Значит, сегодня первая глава трактата Пертеевод, шестая мишна Ижуа бен прахья, ванитай арбели тиблу мегем От кого они получили, они получили от предыдущих поколений То есть перед ними были Йосиба Ньюезер и Шстредов, Йосиба Наханан и Шарашалай Перед ними были Антигна Сахоша, Мона Цадик и так далее То есть это вся та же Тора, которая передавалась от Маши Рабену И вот Ижуа бен прахья и нитай арбели, они уже жили перед разрушением второго храма И значит, Ижуа бен прахья, первый из этой пары, он был на Си Он говорил, оселых арав, сделай себе рава Сделай себе учителя, сделай себе рава Да, рав, если говорить, вот, кто такой рав? Рав это звание, да, как, вот есть профессор, вот я почетный профессор Да, значит, арав это тот, кто в мире Торы обладает, обладает знаниями, да, каким-то статусом Теперь, сегодня называют равом в религиозном мире практически любого человека Как шутят, что рав, это хотят показать, что ты не женщина Что если говорят, обращаются к человеку рава, это значит, что он не женщина Я помню, как-то один из евреев из бывшего Советского Союза, из Харькова Фильман Александр Борисович, приехал в Израиль И он первый раз попал в Меа-Шарим в квартал И увидел там, ну там, 50 тысяч религиозных с пейсами, в шляпах И он, а до этого он видел всего одного рава в Харькове в жизни Ну, рав Моши Москович в Харькове И он такой, он обомлел, он говорит На автобусной остановке стоит равинов больше, чем я видел за свою жизнь И он по одежде определял Раньше он видел одного религиозного человека и думал, что так одевается равин А оказалось, так одеваются все люди То есть по одежде нельзя определить, он равин или не равин Рав это тот, кто обладает большими знаниями И тот, у кого ты чему-то научился Вообще так должно быть И, значит, Юшо Бен Пракья Он сказал, что сделай себе рава То есть ты должен поставить над собой рава И у кого-то учиться Теперь, второе, что он сказал Кнелы Хахавер, приобрети себе друга И третье, что он сказал в этой мишне И суди каждого человека с хорошей стороны Разберемся, что такое Сделай себе рава Поставь себе рава Рамбам, он говорит, что даже если он не готов То есть ты должен просто поставить кого-то, от кого ты учишься Даже если он там не особо Бывает так, знаете, есть такой статус Вот в мишне, например Там называется Рав Хавер Он тебе и Рав, и он твой друг То есть это когда люди одного поколения Как Раби Атива и Раби Тарфа, например И вот они друг другу Непонятно было, кто для кого Рав И кто для кого Хавер То есть они были и друзья Но тем не менее они друг друга, каждый называли Рав Значит, здесь есть аспект, какой очень важный Значит, в другом мишне, вот написана такая фраза очень важная Что кто хахам, кто мудрец, да Алумет Миколь Адам Тот, кто учится от любого человека, он называется мудрец Теперь, как говорил царь Давид Миколь Меламда Искальти Царь Давид это был один из самых близких к Богу людей Царь И тем не менее, несмотря на то, что он был царь, пророк, мудрец Он говорил Миколь Меламдай Искальти От каждого, кто обучал меня, я умудрился Почему? Дальше он объясняет Ти Эдутеха Сихали Потому что твое свидетельство говорило мне То есть он видел сквозь каждого человека, с которым он общался Он видел идут свидетельства Бога То есть, когда... В принципе, все это Бог Бог, он везде, он все Все события, которые происходят, это он организовывает И особенно для человека, который в это верит Работает Ашгаха Пратит Это называется личное проведение То есть, если я говорю Богу Я знаю, что это ты Он говорит, ну, все равно уже я раскрыт Большинство людей думают, что все автоматически происходит И это Бог себя скрывает Олам, мирное веритие Это как от слова Эвэм, скрыт То есть, это сокрытие Бога Это как маска Бога Как есть книга у Рава Кивы Татца Есть маска Бога, да? Маска Вселенной Что это все маска Бога, да? Проявление Бога Так вот, но если я говорю Я знаю, что все это ты Бог говорит, ну все, я раскрыт Значит, мы с тобой начинаем работать уже напрямую И начинает, ну, интересно У меня как-то был этап в жизни Когда я именно это все прочувствовал И все время помнил То есть, тут весь вопрос в том Бывает, что человек в какой-то момент Он понимает, что это Бог с ним взаимодействует А потом тут же забывает через пять минут А у меня было такое Длительное время продержался в этом состоянии Когда я помнил, что все это Бог И Бог, он очень Он настолько у него интересное Как Можно это назвать у людей Это называется чувство юмора Он любит неожиданные эффекты То есть, ты вроде подумаешь, что все вот так А он говорит, нет, а все не так Ты думаешь, что все вот сейчас будет вот так Он говорит, нет Никогда ты не просчитаешь, как будет Потому что я Бог, а ты не Бог И я управляю миром И очень интересно все Значит, сказал Иешо Бен Прахья Аселеха Раб Сделай себе Рава Потому что, когда ты кого-то ставишь над собой Это значит, что ты убираешь свое эго Это как упражнение То есть, для того, чтобы сделать кого-то Рава Он был над собой Царь Давид Он был самый Он был скромный То есть, все наши мудрецы Моше Рабейну, например Он был Моше Рабейну Он не был просто Рав Он был Рабейну Рав Шелана Он был Рав всего народа Израиля Он научил Весь Израиль и весь мир он научил Тори, он был Рабейну, то есть это учитель наш. Был Рабейну, например, Раби, Раби — это круче, чем Раб, то есть есть Раб, это учитель, Раби — это учитель мой, то есть это как, ну, Рэбы, Раби, там, это уже такой учитель многих. А Рабейну – это учитель наш, это учитель всех. То есть несколько всего за всю историю удостоились этого титула. Это Машей Рабейну, это Рабейну Ак... Хорошо. Значит, мы продолжаем. И, значит, есть Раб, есть Раби, есть Рабейну. И есть просто человек, которого надо сделать над собой Рабом. Потому что когда ты принижаешь свое эго и говоришь, я готов учиться у любого, в этот момент свидетельство Бога начинает говорить с тобой. Причем учиться можно, многие спрашивают, а как это Миколь Меламда Искалки? От каждого я научился. Можно от каждого научиться. Лежит или сидит какой-то там пьяница или дурак. Я могу научиться, что так жить нельзя. Я тоже могу у него научиться. Он говорит какой-то бред, вообще полный бред. Он говорит, я думаю, вот такие же дураки есть на свете. Я тоже научился. То есть я у него научился, что... Да, ну, например. То есть у каждого можно научиться, если ты хочешь учиться. Но вот это состояние внутреннее называется мудрец Торы. Он называется Талмит Хахам. Ученик-мудрец. Это как раз вот это состояние, что я не знаю, и я хочу узнать. Я открыт новому знанию. Но дальше нужно, опять же, иметь... Многие говорят, что на вот эту мишну сделать себе рава, да? И на то, что от каждого я чему-то научился. Нужно при этом обладать очень сильными исходными знаниями, аксиомами. То есть ты можешь это делать только если у тебя выстроена первоначально правильная система мировоззрения. Значит, правильная система мировоззрения... Это есть 13 принципов веры, да? Которые сформулировал Рамбам. То есть если ты стоишь на этих 13 принципах веры, на этих аксиомах, на этих основах, да? Тогда ты можешь учиться у любого, потому что у тебя появляется как внутри фильтр, да? То есть ты понимаешь. Вот это... Я помню, когда-то я пришел к одному очень продвинутому такому человеку, который всю жизнь искал знания. И он был очень продвинутый, прям реально такой, ну, маг, можно даже так сказать. И вот он рассказывал мне свой взгляд на мир, и я его слушал. И он дошел своим мозгом то, что я читал в книге у Рамхаля. Деракашем. Путь Бога. А он эту книгу явно не читал. И он, значит, и мне рассказывает, рассказывает, и все идет прям по книге. Рамхаль говорит, что духовные миры идут каскадом, там все. И он мне все это рассказывает, рассказывает. И тут он доходит до момента, и он говорит, вещь противоречащую 12 принципам мира. Я же не буду говорить, какая. Я говорю, вот тут стоп, тут ты не до того додумался. Он говорит, я тебе говорю, что вот так оно работает. Я говорю, нет, а то рядом, говорит, работает по-другому. Здесь у тебя полная ошибка. Он говорит, а я говорю, что так работает. И, значит, и он сидит такой, а он маг, реальный маг. И он на меня вот так вот смотрит, так делает. Я сижу, я не могу, я реально, я не могу пошевелиться. Меня вот так вот сковало. Просто я не могу пошевелиться, не могу встать. И я, значит, сижу такой, и я внутри говорю, «Эн от мили ваду», нет никого, кроме Бога. То есть основа, как бы первый принцип веры, что все равно это все Бог, нет никого, кроме Него. Я говорю, «Эн от мили ваду», нет никого, кроме Бога. Внутри я говорю. И говорю, Господи, говорю, значит, я же только за тебя. У меня нет никаких других побуждений, все. То есть если я правильно поступаю, правильно понимаю, значит, сделай так, чтобы он не мог на меня влиять. И меня отпускает. И я встал, ушел, потому что есть силы зла, и он умел манипулировать. То есть есть люди, которые знают, как работает система, как был Белям, например. Белям – это был пророк по уровню пророчества. Он был, как Маше Рабейну. Он знал, он знал, как работает система. Знал, как работает система, но он шел против Бога при этом. То есть он искал, у него было его личное эго, которое очень сильно в нем было развито. И он говорил, система работает вот так, а я хочу свою ослицу. И мне все равно, что. То есть он был животное, которое просто знало, как работает, но управляло его жизнью, его вот это тело животное. Значит, первое – нужно сделать себе Раба. Именно Раба. Найти человека, который знает Тору, который привязан к Богу, и идти слушать это знание. Но нужно, опять же, встроить вначале в себя всеомы, 13 принципов веры, которые сформулировал Рамбам, маймонит. Теперь дальше. Второе. У Кнелла Хахавер, значит, купи себе друга. Кнета приобрети, купи. Значит, здесь нам передан принцип какой, что если ты хочешь, чтобы у тебя был друг, ты должен в это вкладывать. То есть ты не можешь, опять же, сказать, ну я такую крутую, значит, дружите со мной. Нет. Если ты хочешь, чтобы у тебя был друг. А друг тебе необходим для чего? Написано в Мишле, что когда вдвоем, это, ну там, реальность намного лучше, чем когда человек один. Теперь, как определить, кто друг, кто не друг? Друг это тот, кто хочет тебе добра. И друг это тот, который твои интересы, ну твои интересы очень его волнуют. Это настоящий друг. Теперь, естественно, речь идет сейчас, если сделать себе Рава. Они говорили только о духовном росте, о духовном развитии. Значит, если первое было его совет, Юшо Бен Трахе, сделать себе Рава, то второе, он говорит, и приобрети себе друга, который поможет тебе, опять же, двигаться куда? К духовному росту, к Торе, к Богу. Значит, друг это хеврута. То есть человек, с кем ты можешь учить Тору. Человек, который тебе скажет, послушай, ты идешь не в том направлении. Друг это не тот, кто тебе, а, типа, давай бухнем вместе и все. Нет. Друг это, который, если видишь, что ты идешь по неправильному пути, он тебе подскажет, что надо вернуться. И друга такой принцип, что в этом мире все идет по принципу мера, что человек меряет, меряют ему. Если ты хочешь, чтобы у тебя был такой друг, которому важны твои интересы, то ты должен первый сделать шаг вперед. И что сделать? Кнелла Хахавер. Приобрести себе друга. То есть ты должен в этого друга вложить свое время, силы, деньги и так далее. То есть ты должен показать, как написано тоже в Мишле, как маем по ним ли по ним, как человек смотрит в воду и видит свое отражение, как лево дам ли лево дам, так же сердце человека, как сердце другого человека. То есть как ты к нему относишься, так он к тебе. И если ты хочешь друга, то ты должен в этого друга вкладывать. Вкладывать время, силы, интерес. И оно, вот я обратил внимание, что оно по-любому, по-любому работает. Вот, например, там есть... Я очень замкнутый человек, и у меня, ну, друзей практически нет, вообще нет. И, значит, у меня нет друзей, потому что, ну, у меня вот был такой взгляд на жизнь, что есть Бог, есть я, есть моя работа, я хочу помогать людям. Я учусь, и все, что... У меня был главный принцип такой, есть история такой отрывок. Аль-Тив-Тиху ле-Надивим. Это царь Давид сказал, псалом. Не полагайтесь на надивим, ну, надивим это дающее. Аль-Тив-Тиху не надивим. Леб-Не-Адам ше-Эн-Ло-Ча. На людей не полагается, что нету в нем спасения. Ти-Це-Рухо, яшум-Ле-Адмато. Выйдет из него дух, вернется он в землю. В этот день потеряются все, которые на него полагались. И я как-то... И есть еще такой вот... Это, по-моему, в проход. Написано... Это написано тоже в Мишле. Тот, кто ненавидит подарки, будет жить. Значит, тот, кто... Как написано? Я учился у Рависка Газильбера, из Ихраноца Дихли Враха, который не давал... Ему было уже 80 лет. Мы пришли к нему домой делать... У сына было 3 года. Ну, это самое. И мы принесли тортик. Все. Он не дал нам ни поставить тарелки на стол, ни убрать тарелки. Пришла мама, жена, все. Он все делал сам. Он никому не давал себе помогать. То есть, все делал сам. До последнего момента своей жизни старался не брать ни у кого никакой помощи. И наоборот, сам помогать, но ни у кого не брать. Я как-то... Поэтому, вот, я теперь понимаю, что для того, чтобы с кем-то дружить, нужно приобрести себе друга. Я не хотел себе, чтобы кто-то мне помогал, поэтому я ничего никому не давал. Ну, именно в дружбе, можно так сказать. Но, вот, я сейчас обратил внимание, там есть один человек, он хочет со мной дружить. И он... Вот, прошло какое-то время, он помогает мне, жене, там, и так далее. И у меня к нему абсолютно появляются очень дружеские отношения. И это происходит вот реально, как написано в Вишне, к Нелле Хахавер. Он хочет, чтобы я с ним дружил. Он мне помогает. Причем, он со мной... Нет у него контакта, да? Потому что я замкнутый человек. Но он помогает моей жене, моим детям, там, ну, то есть, реально, как бы, вкладывает. И все, я внутренне уже его друг. То есть, уже если что-то надо ему, я ему постараюсь помочь и так далее. Значит, хорошего друга надо приобретать, надо покупать. Теперь дальше. И это необходимость. Нужно иметь трава, нужно иметь друга, который тебе будет помогать. И третье, это... А вы данет коле Адам и кавску. Суди каждого человека с хорошей стороны. Здесь это он дальше, Юшобен прахья, он нас обучает, в принципе, закон взаимоотношения с людьми. То есть, люди вокруг, они делают какие-то поступки, что-то они делают. Но то, что они делают, и то, что я думаю, что они делают, это разные вещи. То есть, каждый человек живет в мире своего представления, интерпретации того, что думают и делают другие люди. Никогда ни один человек не знает, что думает другой человек. Никогда человек не знает, какие мотивы поступков. Никогда человек не знает, какие последствия поступков других людей. То есть, каждый живет в выдуманном мире. И если я хочу, чтобы у меня был раб, чтобы у меня был хороший друг, чтобы вообще у меня были хорошие отношения с людьми, Я должен судить, интерпретировать каждого человека с хорошей стороны. То есть, например, он сидел-сидел, слушал, потом ушел, ушел. А что должен подумать? Наверное, в туалет. То есть, не то, что он там на урок не хочет, или он против. Или я могу так подумать, что ему, конечно, мой урок нравится, но, наверное, он против Рабби Юшоа, Юшоа бен Прахья. Ему просто Юшоа бен Прахья не нравится. Или тоже это будет не совсем легко всхуд. То есть, я должен подумать, что ему нравится и я, и урок, и Юшоа бен Прахья. А что он стал? Потому что он пошел помогать кого-то спасать от смерти. Вот у него как раз пришло время спасать от смерти. Он по часам, он сейчас должен был идти кого-то спасать от смерти. Естественно, спасать от смерти важнее. Я же не знаю, куда он пошел. Может, реально ему смес перешло, что бабушке плохо его. Правильно? То есть, когда происходит какое-то событие, то Юшоа бен Прахья сказал, суди каждого человека с хорошей стороны. Тогда при следующей встрече у меня не будет к нему никакого... Ну, то есть, я к нему буду хорошо относиться. Этим самым я вызову, что он ко мне будет хорошо относиться. Ну, и так далее. То есть, когда человек судит другого с хорошей стороны, у него будет друг, будет раб, будет хорошее отношение людей. То есть, это... И будет ему самому хорошо. Потому что в другой мишне написано, какой путь, по которому человек прилепится к Богу. Эзейдеректова шейдбагба адам. И говорит нам... Первый там был Раби Элизар бен Урканас. Элизар бен Урканас. Он говорил, это спрашивал вопрос, задавал Рабан Йоханан бен Закайн. Спросил он... Эзейдеректова шейдбагба адам к Богу. Так его ученики... Первый был Раби Элизар бен Урканас. Он сказал, он сказал, айн това, хороший взгляд, добрый взгляд. Добрый взгляд, это когда я по-доброму смотрю на мир, который создал Бог. И работает тот же закон. Мера, по которой человек меряет, меряет ему. То есть, если я мир Бога оцениваю с хорошей стороны, Бог говорит, ты хороший человек, мне нравится мой мир. Значит, ты мне тоже нравишься. Если я говорю, да, что-то Бог не так здесь сделал. Что-то он мир подготовил какой-то не очень, да? Я против кого говорю? Бог все подготовил хорошо. Кто испортил? Люди испортили. А сейчас кто портит свой мир, я порчу. Потому что если я оцениваю мир Бога плохо и оцениваю других людей плохо, значит, в этот момент я создаю свой внутренний мир. Я дан других людей, я сужу других людей. И Бога, да, когда человеку не нравится то, что происходит, он судит Бога. Как можно судить Бога? Если ты хочешь с Богом вступать в противоречие, ну, это глупо, это глупее, чем плевать против ветра. Хорошо, значит, все, давайте еще раз. Три вещи мы сегодня узнали. Раби ушуа бен прахия сказал, Асела Харав, сделай себе рава. Ухнела Хахавер, приобрети себе друга. И Аве Данет Коля Адам Лекавску. Суди каждого человека с хорошей стороны. И тогда что-то, да будет все великолепно. Все, значит, заходим на портал ВАИКРА. В комментариях можно задавать вопросы. Мы будем стараться на них отвечать. Я лично буду стараться отвечать. Делимся видео со всеми, с кем надо поделиться словами Торы. И все, выполняем то, что нам Тора советует делать. И будет все хорошо.